Это программа «День с толком» в студии Дарьи Демиллер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. По-крупному бывшего заместителя главы Барнаула обвиняют в получении взятки. За два дня 15 туристических и спортивных объектов. Я считаю, что нужно обязательно это постараться удержать. Вот отсюда идут старые дома. Депутаты Госдумы провели на Алтае выездное совещание. На пляж только загорать. Несмотря на то, что принимать солнечные ванны уже можно, купаться в воде категорически запрещено. Это небезопасно. Когда в Барнауле откроют купальный сезон. Краевые следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – около миллиона рублей. Следователи предполагают, что Алексеенко получал ее в течение трех лет. Взамен способствовал заключению муниципального контракта с юрлицом на вывоз жидких бытовых отходов. Напомним, чиновника задержали 6 июня. В тот же день мэр города Сергей Дугин освободил его от должности. А днем ранее Дугин выступил с заявлением увольнять за нарушение закона. Депутат от Алтайского края Сергей Шергунов заступился за московского журналиста Ивана Голунова. За минувшие выходные об Иване узнала, кажется, вся страна. Голунов – расследователь, который пишет о коррупции властей, черных риэлторах, сотрудниках похоронных служб. 6 июня его задержали в подозрении на сбыт наркотиков. Анастасия Дороган продолжит. Подставой депутат Госдумы Сергей Шергунов назвал следствие Ивана Голунова и просил генпрокурора Юрию Чайку разобраться в ситуации. Месть за какое-то прошлое расследование или попытка остановить новое. Цитата самого Голунова за решеткой – это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Черновик этого материала он успел передать редактору, а позже был задержан с пакетом наркотиков в рюкзаке. Я никогда не употреблял наркотики. Я никогда не имел при себе никаких наркотиков. Я журналист. Я занимаюсь расследованиями. Голунов – автор расследования о коррупции властей и риэлторов-похоронщиков. Журналисты, которые вступили за коллегу, называют его одним из лучших в этом жанре. Кто знает его лично, говорят, что Иван не употреблял даже алкоголь. В его поддержку выступают не только СМИ, но и общественники, и музыканты. Общее мнение – дело сшито. Известно, что фото с обыска в квартире Ивана сделаны в другом месте, что пакет с наркотиками в рюкзаке, по словам Понятова, находился аккуратно поверх вещей. А адвокатам для знакомства с делом дали всего 15 минут. Резонанс прокатился по всей стране. Дело субриковано, по-моему. Это очевидно. И просто хотят закрыть ему рот. Как я читал, как я понял, судят за то, что пишут неудобную информацию. Человек совмещает, как пытается выжить, наверное, какими-то способами нелегальными. Это что-то немыслимое. Я не думаю, что журналист, он вообще должен быть связан с наркотиками. Ненужных людей убирают любыми способами. Наркотик самый простой. Подбросил в личный автомобиль, потом задержали. До свидания. У нас в стране сейчас доверяют право, принесем в оборудовании? Я вполне. Да? Да. Накануне Голунова отпустили на два месяца под домашний арест. Общественники полагают, что альтернативу СИЗО отменили за масштабной защитной кампанией. Сейчас в интернете подписывают петицию в поддержку Ивана. Авторы просят свободы журналиста и объективного разбирательства. Наша редакция также выступает за справедливое расследование. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Оценили лично. В Алтайском крае проходит выездное совещание Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Рабочий график очень насыщенный. Только за два дня депутаты посетили около 15 спортивных и туристических объектов. Подробности визита в нашем следующем материале. Депутатам представили уже реализованные проекты и те, что пока вызывают трудности. Им действительность не лакировали, показали все как есть. Одним из первых объектов в программе – на горный парк в Барнауле. Его критиковали и не без оснований, но он постепенно становится местом отдыха горожан и гостей краевой столицы. Территория вместе с прогулочной зоной улицы Молотобольской и другими объектами образует кластер Барнаул-Горнозаводской город. То, что у вас сохранился старинный облик города, это очень здорово. И я считаю, что нужно обязательно это постараться удержать. Даже вот отсюда видно старые дома. Я вот сам из Казани, к сожалению, мы во многом это потеряли. Депутатам Государственной Думы представили недостроенный ледовый дворец в Октябрьском районе Барнаула. Застройщик обанкротился и проект заморозили. Прямо на месте депутат Государственной Думы легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов вместе с коллегами пообещал сделать все возможное для решения данной проблемы. Я думаю, что это федеральная власть сегодня должна. Те дополнительные ресурсы, которые у нее появляются в рамках программных всяких решений, достраивайте. Я считаю, что это хуже нет. Вот такой лучше, ну а еще раз не начать, чем вот в таком состоянии достроить. Я думаю, что сейчас при решении вопроса за полтора года можно его построить. Непростая история у убийского кластера «Золотые ворота». Проект в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма реализуется с 2011 года. Ранее здесь выявили нарушения сроков строительства. И в первую очередь они были связаны с недостаточным привлечением инвесторов. Вопрос неоднократно обсуждали на профильном комитете. Не сегодня депутаты Госдумы приехали посмотреть, на что пошли бюджетные деньги и оценили дальнейшие перспективы развития. На данный момент, мне кажется, что здесь сформирована та территория, которая будет важна для актуального развития Бийска. По сути, вот от Стеллы до нефтебазы есть 270 гектар земли, в которые вложены государственные деньги в инфраструктуру. И они могут быть использованы для того, чтобы заякорить здесь достойные проекты. Пока на основной площадке «Золотых ворот» работает только один объект – придорожный комплекс «Горная страна», который официально открыли месяц назад. Инвесторами стали бийские предприниматели Вера и Алексей Саламатовы. Они вложили в строительство больше 50 миллионов рублей. Но инвесторы говорят о том, что основной поток туристов направляется на отдых в горы, минуя «Золотые ворота» по объездной дороге, которая ухудшила условия для развития бизнеса в туркластере. Но проблема решаема, считает Алексей Саламатов. Во-первых, надо заменить знаки, потому что сейчас все направляются, кто не знает, что через Бийск можно проехать, знак стоит сюда – это Бийск. И все. А Ташанта стоит на объездную дорогу – знак. И вот это, я считаю, что это основная проблема кластера «Золотые ворота». Решение вопроса с дорожными знаками и как следствие не только увеличит поток туристов через Бийск, но и позволит другим инвесторам начать здесь стройку. А вот на другом объекте в Белокурихе-2 депутаты увидели, как дорога стимулирует темпы строительства. Великолепная дорога, построенная за счет федерального бюджета. Теперь инвесторы готовы сюда вкладывать деньги. И это логичное продолжение всемирно известного, без преувеличения, курорта Белокуриха. Уникальность этой площадки в том, что здесь будет совмещен культурно-познавательный, экологический туризм и санаторно-курортное лечение. Такого в мире нет нигде. Здесь же на высоте 800 метров над уровнем моря создан лыжно-биатлонный комплекс. И в будущем у него есть все предпосылки стать площадкой для проведения соревнований не просто российского, а мирового уровня. Примерно такая же инфраструктура и такое же положение. Это эпоклюка Словения. Там также курортный городок и также есть подъем километров 8 на место соревнований. И я думаю, что здесь тоже это все можно организовать. В центре внимания депутатов Госдумы были не только городские, но и сельские территории. Так они посетили Целинный район. Это яркий пример того, как бизнес инвестирует свои деньги на развитие современных спортивных и социальных объектов. В селе Дружба сегодня находится лучшее в регионе футбольное поле. В Бочкарях функционирует круглогодичная ледовая арена. Завершается строительство спортивно-оздоровительного комплекса и гостиницы. Вся эта инфраструктура позволит спортсменам нашего и соседних регионов проводить здесь тренировочные сборы. Село создает условия для развития. Новый микрорайон. Там порядка 40 домов. То есть мы сейчас стройку ведем уже. То есть можем заехать. За три года мы планируем это все застроить. За два дня работы в Алтайском крае депутата комитета по спорту, физической культуре, туризму и делам молодежи Государственной Думы посетили около 15 спортивных и туристических объектов. Сегодня работа продолжается на международном форуме «Алтай. Территория развития». Итоги поездки будут подведены на расширенном заседании комитета. Кирилл Политов, Евгений Плоходин, Александр Антропов и Иван Зяблицкий. День с толком. На форуме АТР в Смоленском районе сегодня работает наш корреспондент Ирина Корчагина. Десятки вопросов уже прозвучали из уст участников. К примеру, как за полтора года открыть свой бизнес в 60 городах страны? Как человеку с ограниченными возможностями найти работу и чем перспективна сельская молодежь? Передаю слово Ирине. Первый день работы форума подходит к концу. Сейчас многие уже начали разъезжаться по своим гостиницам, отдыхать. День был действительно очень плодотворный. Сегодня к участникам приезжал губернатор края Виктор Томенко. На территории сибирского подворья работало 20 площадок по разным направлениям. Это образование, туризм, предпринимательство. Кто-то уже начал представлять свои проекты. Мы пообщались с участниками и узнали, что в этом году на АТРе очень много социальных проектов, связанных с добровольчеством, помощью инвалидам, ветеранам. Завтра у АТРовцев не менее насыщенный день. Например, их ждет встреча с советским и российским кинорежиссером Борисом Грачевским. Надо еще отметить, что сегодня в Новодорожке отличная погода. Почти нет дождей. Очень солнечная. И остается надеяться, что именно такая погода будет на протяжении всех пяти дней форума АТР. Эта тема будет актуальна не только для участников форума. Проценты ниже. Сразу несколько крупных финансовых организаций страны заявили о снижении ставок по ипотеке. Одним из первых об этом объявил глава Сбербанка Герман Греф. О таких действительно масштабных планах говорилось давно, но теперь это уже реальность. Насколько жителям края стало проще и выгоднее приобрести жилье, узнаете далее. Это вот карта Барнаула с действующими объектами недвижимости, которые продаются. Вот так буквально одним нажатием сенсорного экрана Максим Бауков показывает журналистам, как не прогадать с выбором квартиры. Онлайн программа называется Дом Клик. Здесь можно пройти все стадии оформления кредита, а в банк прийти лишь за подписью в документах. Тем более, как говорят эксперты, сейчас. Снизились ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,6% пункта. Теперь ипотечные ставки стартуют от 9,6%. Для жителей Алтайского края, города Барнаула, других городов это позитивная новость, безусловно. Так, с 11,4% до 10,8% снизится ставка на покупку готового жилья. Минимальная ставка с учетом дисконтов, это для участников акции «Молодая семья» и «Зарплатных проектов», теперь составляет 9,6% годовых. Ну а для строящегося жилья базовая ставка упадет на 0,3% и будет равна 10,6%. Специалисты уверены, доступные ставки по ипотеке привлекут на рынок тех клиентов, которые ранее откладывали покупку. Людям важно показать на примере, просчитать. Если вы на своих источниках это сделаете, так как сейчас Максим Юрьевич сделал, да, просчитал. Просто просчитаете, инвестиционно привлекается. В связи с тем, что у нас в связи с проектным финансированием, с Гроуссчитаем, мы до достигнутых процентов, просто у нас все-таки будет. Вслед за крупнейшим банком страны обещают пересмотреть тарифную политику еще несколько финансовых организаций. Кирилл Политов, Николай Шилко, День с толком. От тарифной политики к теме гораздо менее глобальной, но для барнаульцев тоже важный. Сегодня открылся городской пляж на острове Помаскин, даже несмотря на довольно прохладную погоду. Правда, на пляже пока лишь можно загорать. Почему, узнавала Валентина Аскерова. А я добавлю, что в этом году площадь бесплатного муниципального места отдыха увеличилась в два раза, благодаря тому, что строители углубили дно обе и намыли берег. Городской пляж на острове Помаскин. Работы по подготовке территории к пляжному сезону завершились накануне. Рабочие убрали мусор, установили раздевалки, душевые кабины и лежаки. Кстати, в этом году на благоустройство пляжа потрачено почти 800 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом. Правда, воспользоваться всей инфраструктурой пока нельзя. На данный момент здесь можно лишь загорать. Несмотря на то, что принимать солнечные ванны уже можно, купаться в воде категорически запрещено, это небезопасно. Мало того, что вода холодная, всего плюс 15 градусов, так еще и постоянно прибывает. Когда вода спадет, специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы на предмет бактерий и станет ясно, годится ли вода для купания или нет. А пока барнаульцы могут искупаться на соседнем пляже, который уже работает. На территории Барнаула на сегодняшний день допущено к пользованию два пляжа. Это искусственный водоем и пляж Водный мир. А свидетельствование пляжа городской планировалось по графику до 15 июня. Кстати, всего в Алтайском крае 55 пляжей. На сегодняшний день открыто лишь 27. Оставшиеся заработают после того, как их проверят специальные комиссии. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Через пару минут о погоде, а пока немного полезной информации. Лето – время крупных покупок. С этим мнением согласны четверть россиян, опрошенных в ЦИОМ. Одновременно растет и индекс кредитного доверия. Он достиг своего трехлетнего максимума. Когда клиенту требуется крупная сумма, его может выручить кредит под залог. Максимальная сумма по нему – 30 миллионов рублей. Поставка начинается от 9,9% годовых. Залогом может выступать недвижимость или автомобиль в собственности заемщика. При этом не придется расставаться с родными стенами ради новой машины или дачного домика. Залог остается в собственности клиента на весь срок пользования кредитом. Регистрация залога в Росреестре проходит дистанционно и занимает всего несколько дней. Если вашим планам не хватает финансовой поддержки, то обратиться за ней можно в офис Банка Восточный. И ресурс для этого есть почти у каждого. Это ваша собственная квартира. Сразу после выпуска новостей прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова